В эфире дело. Мы продолжаем обсуждать проблемы кибербезопасности в России и в мире. Закончили мы разговор об аутсорсе, о том, что есть возможность за сравнительно небольшие деньги, хотя ценник подобных компаний, представляющих услуги по защите, растет на глазах. В общем-то, возможность защитить себя есть. Нарникель, все сами, все in-house или все-таки кого-то нанимаете? В нынешних условиях невозможно все внести в in-house или мы просто станем еще одной компанией, которая будет обеспечивать безопасность самих себя. Поэтому, безусловно, какие-то экспертизы, которые требуют совершенно иной квалификации и которые не всегда стоит, что называется, разворачивать в in-house, безусловно, мы этими услугами пользуемся и наверняка будем пользоваться. Потому что невозможно поднять все направления по обеспечению информационной безопасности у себя на борту. Потому что есть эксклюзивные вещи, есть вещи, связанные с пентестом, где надо, что называется, 24 часа на 7 находиться в теме, отслеживать тренды. И это даже не столько выбор компании, это необходимость того, чтобы лучшие должны заниматься лучшим. И какие-то определенные, не критичные, не чувствительные услуги мы, безусловно, будем продолжать заказывать на стороне. Аппетиты подрядчиков, я имею в виду, денежные, растут год от года? Да, безусловно, есть такая негативная тенденция. Но в то же время, все-таки, достаточный уровень конкуренции на рынке позволяет удерживать в нужных параметрах вот эти все аппетиты. Я думаю, Роман, безусловно, тут со мной согласен. Согласен, да? Я согласен, что конкуренция нужна. Она действительно нужна компаниям, кто заказывает услуги, и также нужна компаниям, кто их поставляет. Потому что это драйвер, это мотиватор, это то, что помогает, с одной стороны, всем участникам рынка делать что-то новое, уникальное, действительно полезное и как-то выделяться. Согласен. Александр, возвращайтесь к нам. Расскажите о новинках каких-нибудь, на чем сейчас, может быть, что-то новое, на чем зарабатывают киберпреступники. Вот, собственно, ваш коллега отметил, что велик интерес мошенников к криптовалютам, к крипте, к ICO пресловутому, тоже отдельная интересная тема. Как они, например, на те же ICO зарабатывают? Это очень хороший вопрос. Спасибо. ICO – это действительно лакомый кусок для хакеров, потому как заработать на них очень просто. Самая распространенная схема заработка – это фишинговые ICO-странички. Делается полная копия сайта, покупается очень похожий домен и выставляется номер кошелька. Люди в белой горячке пытаются купить как можно больше токенов и переводят фишером на поддельные кошельки свои средства. Это сейчас самая распространенная схема хищения средств инвесторов при ICO. А на сколько вы масштабы как-то проблемы? Можете обозначить, ну, хоть примерно, хотя бы для России, например? Ну, смотрите, для России масштабы обозначить достаточно сложно, но есть статистика, из которой говорится, что примерно 10% всех средств, инвестированных в такие проекты, были украдены хакерами. А в среднем заработок фишеров варьируется от 30 тысяч долларов до 3 миллионов. Ну, отлично, 10%, то есть 90% сами по себе прогорят, 10% еще и своруют. Скажите, а вообще, если обозначать тренды основные, что сейчас пользуется больше, что меньше популярностью у киберпреступников? Вот некоторое время назад все говорили, сейчас они будут воровать деньги с помощью мобайла, это операционные системы все дырявые. Потом очень много говорили о батнетах, батнетах вещей, интернетовещей и прочее. Что сейчас является критическими точками, красными зонами? Android-смартфоны до сих пор являются критическими точками, из которых осуществляется большое количество хищений. Ну, и, соответственно, криптовалютные биржи, площадки, обменники и ИСО. Хакеры начинают использовать инструментарий, который был использован при хищении из банковских счетов. И они адаптируют просто под криптовалютные проекты те же самые средства. Ну, а эти криптовалютные проекты, они вообще как-то приходят, они хотя бы интересуются тем, что можно сделать с безопасностью или нет, или быстро денег собрать, токенов собрать и все. Да, уже появляются очень зрелые проекты, которые всерьез относятся к своей безопасности и переходят за защитой. А возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, говорили о конкуренции на рынке, она действительно существует? Потому что, ну, я знаю, из десяток крупных игроков появляются новые стартапы. Конкуренция растет или вы ее не видите как участник рынка, она находится на примерно том же самом уровне? Ну, скорее, конкуренция растет. Существенно? Ну, я бы так не сказал. Понятно, растет, но недостаточно. Спасибо большое, Александр Лазаренко, эксперт по информационной безопасности компании Групп Айби, был на связи с нами. Тоже хотел бы все-таки уточнить немножко, что сейчас является объектом пристального интереса злоумышленников. На самом деле, конечно, финансы, они так и остались, они были по-прежнему, потому что это извлечение прибыли, это желание обогатиться до кражи и желание наживы, получение наживы перешло просто из мира реального в мир цифровой. Но при этом очень важно понимать, что, наверное, следующим наиболее важным и ценным как для компании, так и для злоумышленников является интеллектуальная собственность, какие-то инновационные разработки. Это может быть коммерческая тайна, все зависит от рода бизнеса, от его сути. Но поймите, здесь очень просто. Компания для того, чтобы создать что-то действительно уникальное, новое, должна провести исследование, вложить в это деньги, потратить время специалистов. И гораздо проще, к сожалению, это украсть. То есть это могут быть конкуренты, это могут быть другие компании, которым так или иначе интересно эта интеллектуальная собственность. Наверное, третьим, по приоритетам можно отнести просто весь объем данных, который хранится в компании. Это могут быть и персональные данные, это могут быть данные по операциям финансовым и так далее. То есть такая статистика, с одной стороны, действительно интересна для дальнейшего исследования компании, для, может быть, шантажа этой компании. С другой стороны, какие-то вещи могут быть просто проданы и, опять же, монетизированы. Ну и нельзя забывать о хактивистах и террористах. К сожалению, это существует в цифровом мире. Это люди, которым не важна нажива, которые это делают по каким-то другим идейным соображениям. И, к сожалению, это действительно есть. И эта проблема становится все более и более актуальной. Насколько вообще, на Ваш взгляд, возможно решить проблему кибербезопасности в отдельно взятой отрасли без отраслевого некого сотрудничества? Я поясню свой вопрос. Постоянно мы там слышим, мы новости читаем относительно того, что те же самые банки, кредитные организации заключают какие-то там совместные соглашения, проводят конференции, там сообща думают, как же нам забороть хакера, который деньги хочет сварить и прочее. В промышленности я подобных историй не слышал ни об одной. Все-таки каждый варится, каждый работает со своим производством или есть какое-то такое отраслевое все-таки сотрудничество? Кирилл, на самом деле, вот что называется, жизнь заставила нас выступить в определенное время с инициативой о создании клуба безопасности информации в промышленности. Это была инициатива нашей компании, и мы пригласили промышленные предприятия, группы компаний, которые обладают достаточной степенью зрелости все-таки по информационной безопасности. Сколько таковых нашлось? Я вот честно говоря не слышал про эту инициативу. Инициатива уже стартовала, более того, буквально через неделю у нас пройдет уже первое установочное совещание на эту тему. Но это, что называется, установочное совещание с совещанием, но уже механизм взаимодействия, он уже выработан. Именно на последних кибератаках, которые поразили в том числе участников этого клуба в большей или меньшей степени, но жизнь заставила нас выработать инструментарий, механизм для того, чтобы в оперативном режиме реагировать на эти угрозы. То есть информация о прорывах, об уязвимостях, о каком-то нежелательном или подозрительном сетевом трафике, вот эта вся информация нами собиралась и в необходимой, но в то же время в конфиденциальном порядке, без детализации по системам, передалась для того, чтобы упредить и повысить общий уровень понимания векторов угроз по последним кибератакам. Клуб насколько большой все-таки? Ну, это более дюжины. В общем-то немного, если учесть размеры отечественной промышленности. У нас вообще межотраслевое есть какое-то движение, потому что по отраслям, как я уже сказал, где-то лучше, где-то хуже, но в общем-то ничего системного, насколько я понимаю, не происходит. На государственном уровне в том числе, не исключая словесные, значит, вербальные интервенции ряда первых лиц. Знаете, есть у меня немножко другое представление, и может быть слегка иначе видно рынок изнутри, именно отрасль информационной безопасности. С одной стороны, хочется отметить, что мы сейчас видим немного изменения парадигм, изменения тренда. Если год назад, несколько лет назад мы говорили об очень важной информации, очень важной составляющей, это обмен информацией между компаниями, это может быть обмен информацией о кибератаках, об инцидентах, о готовящихся акциях. И это действительно так. И сейчас мы видим, что уже ряд компаний, как государственных, так и коммерческих, обменивается этой информацией. Другой тренд, новый, можно сказать, который мы сейчас отмечаем, это то, что как раз сказал Андрей, это создание профессиональных сообществ. И есть практика, которая показывает, что такие сообщества дают больше эффект, больше пользы для компаний. То есть, нежели просто обмен информацией, и каждый, да, они, да, компании поделились, да, они обменялись, они стали больше понимать ситуации, но когда люди из разных компаний, это могут быть консультанты, это могут быть бизнес какой-то, представители бизнеса, решают совместно какую-то задачу, это эффективнее. Я понял. Спасибо большое, к сожалению, время. Роман Чаплыгин, руководитель практики услуг в области кибербезопасности компании PwC. Андрей Кульпин, начальник управления защитой IT-инфраструктуры компании Норникель. Это было дело. Кирилл Токарев, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова